Это программа «Право волоса». Я ее ведущий Роман Бубаян. Здравствуйте. За месяц до Дня Победы Верховная Рада Украины приняла целый пакет законов. В соответствии с этими законами теперь Великую Отечественную войну на Украине будут называть не Великой Отечественной, а Вторая Мировая. Коммунизм уравняли с фашизмом, запретили всю коммунистическую символику, а бойцов Украинской повстанческой армии, которые выполняли приказы фашистов, теперь на Украине принято считать борцами за независимость. Что происходит? Украина таким образом пытается справиться со своими оппонентами или же там снова пытаются в очередной раз переписать свою историю? Вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно. В нашей программе «Право голоса» имеет каждый. Я предлагаю первому воспользоваться этим правом Вадиму Карасову. Вадим, значит скоро у нас День Победы. Ну у вас, я не знаю, у нас День Победы. 9 число. На улице украинских городов Киев, Одесса, Харьков и так далее ветераны выйдут со своими наградами? Конечно, выйдут. Мы тоже будем праздновать 9 мая. Кстати, у нас будет в Украине два праздника. Будет 8 мая, это День памяти тех, кто погиб во время Второй мировой войны. И 9 мая День Победы. Хорошо, отлично. У меня вопрос. Ветераны выходят с наградами со своими, с флагами, которые, ну маленькие копии, там, я не знаю, знамени Победы и так далее, и так далее. Скажите, их сразу же посадят теперь по этим новым законам? Или же все-таки им разрешат ходить хотя бы вот в этот день в этих наградах? Давайте не будем пугать ветеранов, не будем пугать наших друзей в Российской Федерации, русских людей. Во-первых, закон еще не подписан президент. Ага. И не касается орденов, ветеранов, не касается знамени, которыми они могут пройти. А флаги? Флаги, я говорю, орденов и медалей не касаются. Ну дело, секундочку, секундочку, секундочку. Ну дело, я просто, да, я просто, вот ордена, да, ордена. Орден Красной Звезды, это Красная Звезда. У вас в парке Горького в Харькове вот сейчас в эти дни сделали что? Там был макет Кремля с красными звездами и красными флажками. Звезды взяли, спилили. Я думаю, проблема не в Звездах, а в Кремле. Так, это первое. Во-вторых, ладно бы Звезды оставили, а Кремль снесли. Давайте будем завершать эту мысль. Еще раз говорю, этот закон не касается орденов и медалей ветеранов. Откуда это следует, Владимир, поясните, пожалуйста. Это первое. Читайте закон, который не подписан. Были разъяснения соответствующие и так далее. Далее еще, смотрите, есть еще один аспект этой проблемы, есть еще судебная система. Я не исключаю, что очень будет разного рода исков по этому поводу. И, конечно же, много будет зависеть от судей, как они будут принимать решения. Но, тем не менее, это дает шанс на то, чтобы к этому закону подойти рационально. И последний момент. Что касается войны. Мы тоже должны разъяснить одну вещь. В отличие от России, территория Украины, или та территория, которую мы называем Украиной, был четыре войны. Была Вторая мировая война. Она началась в 1939 году в сентябре и закончилась в 1945 году. Была Великая Отечественная война. Была Национально-Освободительная война. И даже была Гражданская война. Знаете, в чем это? Это все вот когда происходит? Это время, 1939-1945 год. Почему Гражданская? Потому что украинцы были и на стороне Красной Армии, и на стороне Украинской подстанческой армии, которая боролась за независимость страны. Получается, вот этот неподписанный закон, он делает одних ребят, которые участвовали в Четвертой войне на вашей территории, то есть в Гражданской войне, с одной стороны, это вот господа из УПА, которые конкретно выполняли приказы немецкого командования. Организатор Украинской повстанческой армии, господин Шухевич, он был кадровым офицером немецкой армии, по-моему, в звании капитана, если я не ошибаюсь, да? Значит, а с другой стороны, участники вот этой самой Гражданской войны, про которую вы говорите, эти люди, собственно, теперь будут подпадать под действие вот этого закона, который они сегодня-завтра подпишут. Это как? Это нормально? Роман, давайте все-таки обратим внимание на то, что УПА воевало и против немцев. Никаких фактов по этому поводу нет. Ни в одних архивах, включая них. Я просто здесь хочу узнать, когда они воевали против немцев. В каком месте? Сложнейшая проблема исторической истины. В каком месте они воевали против немцев? В каком месте? Где именно, да. Где? На Волгене, в Ровенской области, во Львове, во Львовской, на Граждане. То есть сами, будучи офицерами немецкой армии, воевали против немцев? Время такое было, время такое было, так? Да, да, да. Воевали и против немцев, и против Красной армии, и против поляков, так? Армии, в основном против всех. Да, потому что еще и поляки были, понимаете? Они тоже хотели завоевать вот эту часть Украины, которая называется... Сейчас, Дмитрий, да. Я завершаю, подождите, завершаю. Так? Это первое. Второе. Смотрите, давно уже статус воина УПА, как ветеранов вот этой национально-освободительной войны, признан местными оргами власти западных регионов Украины. Это да. Это да. Не надо сталкивать ветеранов. Им осталось немного жить. Они все проливали свою кровь за Украину. И если российские ветераны, или те, которые живут вот на территории Российской Федерации, так помирились с немецкими ветеранами, участвуют в разного рода обмене делегациями, приезжают на территорию или поля бывших битв, то почему украинские ветераны должны воевать? Все понятно. Отвечаю, почему. Отвечаю, почему. Буквально есть две реплики. Ну, во-первых, потому что в Германии фашизм и нацизм осуждены. И никто их не прославляет. Подождите, подождите. Поэтому официально осужден. Вы понимаете, кто осужден? Нет, секунду, секунду. Что, Бермахт осужден? Нет, секунду, секунду. Подождите, секунду. Вермахт осужден или кто? Как преступная идеология. Поэтому наши ветераны совершенно спокойно действительно встречаются на кладбище с немецкими ветеранами. Это первое. Теперь второе. Никаких фактов боевых действий со стороны АУН-УПА против фашистских войск не установлено ни в одном архиве. Вплоть до немецких архивов, куда пять лет назад, если я не ошибаюсь, были направлены специальные запросы, в том числе и депутатами нашей Государственной Думы. Ответ официально пришел из немецких архивов. Каких фактов, подтверждающих боевые столкновения с АУН-УПА и прочими бандеровцами, они предоставить там не могут. Это второе. И третье, что самое важное, про примирение и про то, кого осуждать, а кого не осуждать. Значит, вы прекрасно знаете, что 30 июня 1941 года АУН-УПА, который организовывал Гауптенштурмфюрер Шухевич, а его сын был в Верховной Раде, третьего дня выступал там, ему все рукоплескали, они подписали декларацию, которая называется так, Декларация про ведрожжение украинской державы, Декларация о возрождении украинской государственности, где черным по белому последовательно написано, что АУН-УПА приветствует немецкие войска на своей территории, как передовой отряд европейской цивилизации, вместе с которой совместно они будут освобождать Украину от московских захватчиков. Это буквально и дословно. И вот эта декларация, никакое ни письмо, ни записка, а то, что претендует на документ, учреждающий украинскую государственность, кладется сегодня в основу государственности 2015 года. Ответьте, только очень коротко и идем дальше. Ну, коротко, по сути. Первое. Нюрбергский процесс осудил нацизм, гестапо, черную униформу, черную, но не весь вермахт. Это первое, вы должны понимать это. Так? Это и... Так в нюрбергском процессе ОУНУ по обозначенной и второе, послушайте, сотрудничающей фашизмом. И второе, послушайте. Это документы Нюрберга, читайте их. География – это судьба. Это не мои слова. Это слова одного мудрого человека, философа, геополитика. Так вот, Украина работает по двум бетарам. Так? Это выгодно. И торговых отношений, и экономических отношений. Война была. Поэтому ради украинской независимости, ради украинской независимости, ради того, чтобы была украинская государственность, держава, иногда шли на сделку. И вот понимаете, в чем разница? Для меня власовцы. Все, все. Для меня власовцы преступники и подонки, а для вас бандеровцы герои. И в этом с нами разница. Мне кажется, на самом деле, Вадим лучше нас с вами понимает, о чем идет речь. Сергей, у меня такой вопрос. Зачем они это делают вот сейчас? Ну, во-первых, надо понимать, что ветераны на Украине и сейчас не могут, вне зависимости от наличия этого закона или его отсутствия, не могут нормально выйти на улицы городов, надев ордена, встретиться со своими однополчанами. Их на сегодня, молодчики из националистических батальонов, избивают, несмотря на их преклонный возраст. Зачем вот это вот вранье? Подождите, подождите. Называйте их как хотите, их избивают. Вы же это видели. То, что сейчас эти батальоны поменяют название, не меняет их нацистской сущности. И надо понимать, что те, кто исповедует идеологию нацизма, никогда не простят ветеранов победы над нацизмом во время Великой Отечественной войны. Во-вторых, про Германию была фраза. В Германии наши ветераны встречаются с теми, кто не только искупил лагерями и тюрьмой свою службу на стороне нацистской Германии, но и раскаялся в этом. И в этом на сегодня одна из целостных основ германского государства. Потому что они смогли восстановиться, только переболев и отторгнув нацистскую идеологию. Третье. Понятно, почему это делается сейчас. Задача украинских властей, не знаю, по собственной ли инициативе, либо по команде из-за океана, внести больше раскола в общество. Для того, чтобы просто с корнем, с кровью постараться вырвать все, что объединяло многонациональный украинский народ с многонациональным нашим народом. Задача всячески исторгнуть из себя все общее, что было между нами, что было у нас вместе, я бы даже сказал так. И поэтому я совершенно в порядке, к сожалению, таких трагических вещей допускаю, что будут в отношении ветеранов провокации. Я допускаю, что специально в момент и во время проведения торжеств, посвященных 70-летию Победы, там будут собираться националистические молодчики вместе как раз с теми подонками, уже очень возрастными, возрастными, но тем не менее от этого они не прекращают быть подонками, которые вместе с гитлеровскими войсками уничтожали людей. Было сказано правильно, на фронтах нигде УПА не было замечено. Почему? Да потому что они, как бойцы, были ни на что не годны. Их использовали только карателей, против мирных граждан. Именно поэтому на их совести убийство тысяч женщин, детей, стариков, безорожных людей. Как можно таких людей приравнивать с героями нашими, которые победили нацизм, несмотря на многократное превосходство со стороны гитлеровской Германии? Да, победили ценой огромных жертв, но победили. И когда вы говорите о том, что можно уравнять нацистов с теми, кто их победил, вы просто плюете в могилы своих предков. Вот это, вот эта ключевая штука, Олесь, на самом деле, вот очень многие люди, которые наблюдаются, они вообще не вовлечены в политику, они просто наблюдают со стороны, что происходит за тем, что происходит на Украине. Они не могут понять, говорят, слушайте, ну как же, это же их же собственная история, они от нее отказываются. Их деды воевали, они просто вот действительно плюют в собственных дедов, там, я не знаю, в свою собственную историю. Вот это вот как? Я не могу этого понять. Не так это? У вас дедушка воевал, скажите мне. Воевал. Где он воевал? Давайте разберемся. Ну, давайте не будем. Нет, я хочу узнать, где он воевал. Нет, нет, нет. Он на нашей стороне воевал. Нет. Он воевал на нашей стороне или на нашей стороне. И один дошел до Польши, другой дошел до Берлина. На нашей стороне воевал или на стороне немцев? На нашей? В Красной армии. В Красной армии. Дедушка нормально реагирует на это, на все? Ну, вы опять уходите в прошлое, уходите в историю, В этом ваша большая ошибка. Почему? Во-первых, я хочу напомнить, что в этом законе, который пока еще не подписан, запрещается не только коммунистическая идеология, но и нацистская идеология. То есть в каком-то смысле запрещаются все радикальные тоталитарные режимы, ну или попытка, скажем так. Да, скорее всего будут внесены определенные изменения, то есть в этом нет ничего страшного. Но прямо наоборот, то есть этот закон, он носит не раскол в общество, а прямо наоборот, он дерадикализирует общество. Вы это сейчас серьезно? Да, потому что все 90-е годы, подождите, все 90-е годы, и здесь спекулировала Россия на разных историях, на разных героях, на разных языках. Надо понимать, что современная Украина как раз и хочет отказаться от этой ущербной идеологии 90-х. В чем ущербность идеологии 90-х? Причем здесь идеология 90-х? Есть наши ветераны, есть люди, которые свернули голову этим нацистам, негодяям, которые там всю же Европу под себя подняли. Наши, я когда говорю наши, вот в том-то и дело, я вас в первую очередь сюда вписываю. И вы сегодня отказываетесь от этой части собственной судьбы. Ну как не отказывать? Это было в прошлом, и мы не можем возвращаться в прошлое, говорить, что вот эти плохие... Так нет будущего без прошлого, Олеся, хорошая вы моя. Нет будущего без прошлого. Время не гордиться своими предками, которые победили фашизм. Вы гордитесь ими или нет? Конечно. Тогда как вы можете гордиться теми, кто воевал на стороне Гитлера? Это вы пересматриваете. Вы делаете героями людей, которые стреляли в вашего деда. Это вы так трактуете. А я говорю, что государство... А как мне тактовать? Кто-нибудь мне объяснит, как я могу это сделать? А гражданская война в России тоже стреляли друг в друга. А причем из гражданская война, когда вооруженные воины УПА брали, вставили у рва безоружных, женщин, детей, стариков, и расстреливали их, и закапывали. Вы опять в прошлое ходить. Вы конкретно... Опять уходите в прошлое. Давай о чем? Как вы относитесь к расстрелу в Баби-Миру? Вы конкретно... Смотрите, никто не вышел протестовать... Подождите, никто не вышел протестовать. Хорошо, сейчас. Вы осуждаете это или не осуждаете? Баби-Яр, вы осуждаете или нет? Ответьте, пожалуйста, и дальше будем... Сейчас, секунду. Или они были борцы за свободу. Это неправильная постановка вопроса, потому что вы подменяете исторические факты, вы пытаетесь им придать новую трактовку в современном периоде развития Украины. Хорошо. То есть, секунду, секунду. Кто расстреливал людей? Секунду, секунду. Кто расстреливал людей? Баби-Яру в Кабе? Я регулярно. Вы увидите там. А что, есть какое-то сомнение по поводу Баби-Яры или трактовки вообще? В Киеве, в Украине есть какие-то трактовки? Кто-то говорит, что это как-то... Я не знаю, я уже боюсь. Мне кажется, что на любое событие, которое для нас с точки зрения россиянина, абсолютно не имеет двойного объяснения быть не может, а у вас оно может быть. Я поэтому уточняю. Потому что вы пытаетесь интерпретировать, чтобы обнести их в современный период развития Украины. Еще раз. Ваш дедушка воевал на нашей стороне в составе Красной Армии. Сегодня ваше государство принимает закон, на основании которых людей, которые стреляли в вашего дедушку, делают героем. Ваше отношение к этому? Скажите мне. Это вы так трактуете. Я это трактурую. ...государство снять вообще возможные конфликты, потому что здесь это... Понимаете, здесь герой-антигерой. Здесь нельзя принять решение каким-то одним законом или законопроектом. Надо понять одну вещь. Нельзя снять, нельзя примирить, условно говоря, семьи на Западную Украину или там семьи на Восточную Украину. Поэтому государство делает правильный шаг. Оно снимает эту тему с повестки дня. Хорошо. Теперь смотрите. Есть еще два государства, которые пытались сделать ровно то же самое, причем значительно раньше вас. Мы же запрещаем День Побега. Значительно раньше вас. Нет, секунду, секунду. Есть еще два государства. Гордые такие страны. Это Латвия и Эстония. Вот они точно те же самые песни нам поют на протяжении 20 с лишним лет. Ровно те же песни они поют. Они говорят. У нас часть воевали там, часть нашего населения, часть воевала на этой стране, часть на другой. Нам нужно объединить общество. Объединили общество они? Во-первых, нельзя сравнивать Прибалтику с Украиной. Ну, потому что каждое государство имеет свою специфику. У вас там Вафен-СС дивизии. Как назывались латвийские дивизии? Нет, латвийские. Вафен. Во. А там, а у вас Галичина. Вот ровно то же самое. Не то же самое, потому что очень на протяжении всех 90-х и Россия в том числе спекулировала на разных героях, разных языках. На каких героях мы спекулировали? Скажите мне, пожалуйста. Ну, вот условно говоря, вы же тут все время задаете, герой Бандера или не герой. Вы же часто в нашем сайте дегратируете. Так, у нас вот как были герои. У нас как были герои. А вы ответите, он герой или нет? У нас эти вопросы не задают, потому что у нас это очень... А вы живете прошлым. А я не хочу отвечать, потому что это вопрос провокативный. Вам все-таки даже важно ответить. Застолбили. Это очень важно. Это важно, друзья. Это важно все. Это важно. Это очень... Сейчас, я еще один моментик просто у Олеси. А, значит, коммунистическая партия, господин Симоненко приезжал сюда, в Россию, значит, и высказывал свое мнение по отношению там с событием, которые разворачиваются на Украине. Война на Юго-Востоке, все вот эти законы и так далее. Стоило этому человеку вернуться в Киев, его тут же арестовали или задержали, допрашивали там много часов. Как свидетель. А вы знаете, как свидетель. Пока, пока, пока. Это нормально? Ну, во-первых, часть представителей коммунистической партии обвиняют в возможном участии или пособничестве в террористическо-диверсионных актах, которые проходят в России. То есть, поэтому, в том числе, не в России, а в Одессе. В том числе и поэтому, в смысле, он у вас в России. В Одессе террористические акты, это вы имеете в виду сожжение Дома профсоюзов? Прегулярно подрывают. А, подрывы вот эти. Да, и в том числе и по вопросу... Все понятно, все понятно. У меня такой вопрос. Значит, помимо всего прочего, еще много людей... Мы успеем высказаться. Слава Богу, коммунисты дожили до такого времени, когда их только задерживают в качестве свидетеля. Если бы это было 30-е при сталинизме, то бы даже не разговаривали. Ага, а 30-е, я понял. Как только этот закон будет подписан, я думаю, после этого их будут задерживать уже не как свидетели. Не надо утрировать. Значит, у меня такой вопрос. Помимо вот этих вот интересных законов, которые там приняли, они собираются еще предоставлять статус беженцев, в ускоренном, или как это, политическое убежище, да, россиянам, которые будут скрываться на территории Украины. Много таких людей у нас вообще? Ну, надо об этом спросить наши гости из Украины, пока их таких нет. А обратные процессы? А обратный процесс на сегодняшний день, это уже сотни тысяч людей со стороны Украины в Россию. Но я хотел вернуться к другому вопросу. Мы им быстренько выдаем вот этот статус. Это я на тот случай, когда Олеся приедет, допустим, к нам там через паузу, мы дадим ей быстро статус? Нет, если для нее Бандера герой, она статус такого не получит. Она не сказала герой, она ушла, она ушла, технично ушла от этого вопроса. Это очень важный момент. Вот именно от ответа на этот вопрос во многом будет зависеть. Сможет она претендовать на то, чтобы получить наше гражданство или нет? Потому что те, для кого Бандера герой, не могут быть гражданами России. Сто процентов. А касающиеся... Вот это красная черта, которую в Киеве все никак не могут понять. А касающиеся 100 тысяч людей, которые, вы говорите о статусе, статус сдается сразу при пересечении государственной границы Украины и России. Так относится Россия ко всем тем, кого считает своими соотечественниками. Это первое. Второе, хочу вернуться, было сказано Вадим, что фраза прозвучала, если все вспомните, он сказал о том, что это не ваша страна, Украина. А кто Украину освобождал? Вот сейчас со стороны Украины говорится, Украина освобождала Германию, Украина освобождала Францию. А забыли, как освобождалась Украина вообще? Вот мои прадеды освобождали город Донецк, мои прадеды освобождали город Киев, а я живу здесь. Я гражданин России. У нас есть одно общее память о наших дедах и прадедах, которые воевали, которые вы сегодня пытаетесь закончить. А почему происходит событие в Одессе? Потому что забыли историю и пытаетесь сказать 90-е годы, давайте все забудем. Потому что вас диверсионные группы и террористы действуют и проживают. Я сейчас завершу по поводу диверсионных групп, которые говорили ваше. Я не знаю, что вы курите, но это точно небезопасно для здоровья. Я хочу завершить одно и сказать, что закон сейчас будет преследовать символику Советского Союза. Что бы, какой бы закон вы не приняли, какой бы сейчас не подписали, уже преследуется. Только за георгиевские ленточки у вас на территории Украины задерживают и сажают. Еще закона нет. Уже сажают в тюрьму, обращаю ваше внимание, уже сажают. И вот это ваше знаменитое, уничтожим Колорад, это и есть от георгиевские ленты. Это как раз попытка сейчас уже забыть ту историю. Вы еще ее не забыли, уже уничтожаете собственный народ. Мы сейчас прервемся, вернемся в эту студию через несколько минут и продолжим разговор с нашими гостями. Это программа «Право голоса». Я ведущий Роман Бабаян и мы продолжаем говорить о ситуации на Украине. Вот смотрите, вот памятники сейчас у них, вот у них же просто, я не знаю, какая вторая серия или третья серия началась. Они памятники в Харькове. Скоро памятники закончатся, а райской жизни все никак не наступает. Отлично. Да вот не добавить, не убавить называется, да. Они опять памятники начали сносить. Как вы думаете, далеко вот такими темпами до момента, когда они начнут уже дома сжигать людей, которые так или иначе относятся или относились к коммунистам, к советским властям и так далее? Уже сжигают, я уже сказал, уже сжигают. Можно я отвечу буквально? Ответьте, Владимир. Я вам скажу, значит, не может страна жить вне своей адекватной символической среды. Знаете, без символики... А уничтожение, сжигание травмы... А уничтожение травмов православных, это символика? Знаете, вот я скажу вам. Вот вы перебиваете, потому что, очевидно, вы тоже не прошли школу истории. Знаете, каждое общество ищет свою форму расчета с прошлым, для того, чтобы выйти в будущее. У каждого своя форма, у вас своя. Вы правоприемники Советского Союза. И я не вмешиваюсь в ваши дела. Я сейчас спросил про православные храмы. Дальше, дальше послушайте. Дальше послушайте. Мы не правоприемники Советского Союза. Понимаете? Это первое. Во-вторых, страна не может 20 чем-то лет жить в промежуточном состоянии, во вневременности. Потому что она уже и советская, и не советская. Это тащит назад. Не дает выйти в будущее. Потому что, секундочку, потому что, надо не путать прошедшее и прошлое. Вот это расставание с прошлым и формирование прошлого. Оно у нас такое. На территории нынешней Российской Федерации, слава богу, была одна война. На Украине вот так сложилось. Четыре войны. Ну понимаете, это по-другому вообще формирует историческую политику. Политику памяти. Тут другие нюансы нужны. Вы должны не осуждать, а понимать. А вы сразу осуждали. Да поймите. Мы что должны понимать, что там негодяев и подлецов сделали национальными героями? Вы должны понять одну такую вещь. Первое. Советская символика уйдет. Потому что мы не в Советском Союзе. Мы не хотим назад. Мы не хотим в Сталинизм. Мы не хотим в Рижневизм и так далее. Мы выбрали этот путь. Все. Мы идем. Вы его уже прошли. Подождите. Где вы прошли? Вы прошли. Вы, как раз, в площадь имеете в виду? Вы имеете в виду беубордой со Сталиным? Да? Вы это имеете в виду? Хорошо. Вы сейчас говорите про дальше. Вы уже были в течение 20 века частью Советского Союза. Правильно. Мы уже прошли. Я вообще не даю оценки вашей исторической политике. Это ваша историческая политика. Ваши учебники и так далее. Хорошо. Русский народ сам должен знать и сам выберет свою историческую политику. Мы выбираем вот такую историческую политику. Да, не без ошибок. Вы что думаете? Мне все нравится в этом законе. Не нравится. Но это решение парламента. Завтра придут другие люди в парламент. Они могут скорректировать эту политику. Главное, главное, чтобы вы сами тоже влашли. Следующий народ. Вы не нападаете сразу. Я вспоминаю вот это. Рома, Рома, Рома. Одну снял, там другая власть пришла. Роман, Роман, Роман. Н Squatter почему прийдут другие скорректируют. Вы послушайте, главное, чтобы была демократия. Чтобы был выбор. Да, скорректируют эту политику. Прожит президент, несет изменения в этот закон. Не внесет, подпишет. Придет другая власть, придет. Она внесет изменения в этот закон. Скорректирует. Главное в Украине, чтобы был гражданский мир. Чтобы это не приводило к раз прям. Поэтому мы должны сделать все, чтобы сейчас ветераны почувствовали внимание всех, все ветераны, которые положили жизнь, проливали кровь за Украину. Каждый ее понимал по-разному, эту Украину. Ну вот так вот, такая история у нас. И мы должны с этим считаться. Еще раз, и заканчивать. Вадим, вот ты уже обещал закончить. Не плакать, не смеяться, а понимать Украину. Вы в Киеве живете? Да. У вас там есть река Днепр, парк, и над этим парком стоит Родина-Мать. В левой руке. Она стояла, или уже снесли ее, нет? Нет. Хорошо будет падать, кстати. Это иллюзия о том, что... Да? Почему? Смотрите. Почему? Это мемориал чему, скажите мне. Я бы не путала процесс декоммунизации, который происходил не только в Украине, он происходил в Польше, он происходил в Литве, в Латвии, Эстонии. И являлся абсолютно природным процессом проведения реформ и формирования национальной идеи. Могу заметить, что эти государства с точки зрения ВВП на душу нашей селения, с точки зрения либеральной демократии, развития плюрализма, мысли, находятся на достаточно высоком уровне. И об этом говорит... Да Латвия с Эстонией? Латвия с Эстонией. Я вас умоляю. Они все практические уехали гражданинам. В советское время в Эстонии было миллион сто. Сейчас и того меньше. То есть у вас в Барабарах живет больше людей, чем в Эстонии. Миллион пятьсот сейчас население у... На бумаге, да? Второй момент. Я бы просила, если мы обсуждаем некий закон, законопроект, то читать его полностью. И ни в коем случае формирование личной позиции гражданина не является пропагандой неких идеологий, неких ценностей. И пропаганда это некая форма все-таки публичной деятельности. Допустим, политическая сила. Если говорить о коммунистической партии Украины, да, которую вы считаете, что существует какое-то давление на нее, то как раз идеологию коммунизма коммунистическая партия пропагандировала последней. Потому что она всегда являлась союзником партии регионов, союзником, по сути, политической силы, которая имела и олигархический капитал, и защищала ряд коррупционных схем. То есть не была, ну, скажем так, тем... Чисто коммунистическая. Только вот вывеска была коммунистическая. Коммунистическая атака, а не кто угодно, да? Понимаете, коммунизм это, в принципе, иллюзия, да? То есть социалистические ценности равенства, социальной справедливости, да? Если вы посмотрите на голосование депутатов от коммунистической партии, это голосование во многих законопроектах абсолютно не поддерживало ценность социальной справедливости, которая является базовой. Все, я понял. Пожалуйста, можно переходить на социалистические и политические силы. Я понял, Екатерина, только тогда вопрос, да? Есть и коммунисты, они, собственно, такие, там, не коммунисты, на самом деле, по сути своей. Зачем нужно какой-то закон принимать? Значит, у вас нет этой угрозы. Закон говорит о том, что режим и нацистский, и те преступления, которые были завуалированы под коммунистической идеологией, ГУЛАГ, другие преступления, они признаются нашей нацией, как то, против чего мы выступаем, но в то же время, безусловно, 9 мая остается выходным днем, остается днем памяти и примирения 8, и, соответственно, все люди могут абсолютно в своей форме... Вот смотрите, вот смотрите, объясните мне такую вещь, да? Вы говорите, что вот мы там признаем и так далее, и так далее, и осуждаем, и коммунизм приравняли там... Преступления, которые были совершены в президентском режиме. Почему людей, людей из украинской повстанческой армии, которые вот так вот нет, а вот так вот в крови, вы делаете национальным героем? Вы мне ответите на этот вопрос. Кризис номер один. Во-первых, нужно понимать, что такое организация ООН. Что организация ООН никогда не была монолитной организацией. Были бандеровцы, да, действительно, те, кто поддерживали действия Бандеры, действия против полонизации в первую очередь, и не нужно противоставлять политику полонизации, которая, по сути, вела репрессии против украинской идентичности, в первую очередь, культурной идентичности. Безусловно, были ошибки, и украинцы знают об этих ошибках. Ошибки это что вы имеете в виду? Например, львовская резня? Украинцы знают об этих... Волынская, ну, во Львове в первую очередь. Украинцы знают об этом. Как это не было? Волынская резня. А Бандеров сидел-ка с лагерем немецком. Да, украинцы знают об этих исторических... И в то же время против политики полонизации проводила просветительскую работу в школах. Они образованием занимались. Во-вторых, УПА... Это когда детей резали колючей проволокой и издушили. Это же, конечно... Изучите, пожалуйста, историю. Не нужно трактовать деятельность некоторых членов организации. Посмотрите, пожалуйста, на архивные документы. И вы же говорите, что нужно говоря о предмете. Я внимательно изучала архивные документы. УПА это военизированная организация, организации ОУН. Да, там тоже были ошибки. Украинцы о них знают. И у нас открытый дискурс по поводу этого. Где же он открытый? Его нет открытого дискурса. Вы одни их делаете героями, других практически давите. Вот все, что вы делаете. И прошу Хеевича, мы же вам украинскую умовом выкласснице. Не надо нам лапшу здесь вешать. Еще раз повторяю вам. В Нюрнбергском процессе вся организация без исключения названа документально коллаборационистской, служившей фашизму и эсэсовским войскам. Таким обозначена в документах Нюрнбергского процесса. Ну надо здесь вот вилять и вяжу нам на уши вешать. Это преступники и есть преступники. Ну не надо. Позвольте, друзья, я понял. Давайте мы просто не будем углубляться в историю. Есть очень простые вещи. Есть зафиксированные преступления украинской повстанческой армии. Это то, что вы называете ошибками. Нюрнбергским трибуналом. Есть четко зафиксированные документально подтвержденные фотографии. Есть архивы. Есть даже свидетельства очевидцев, как ни странно, еще есть. И вот это все называть ошибками, ну это выше моего понимания. Я воспринимаю преступных членов как преступность всей организации. В Красной Армии тоже не все были святыми. Позвольте, девушка. И не то же все. Если один член Красной Армии делал преступление, это преступление всей армии, он преступник. Его подвергали суду военного трибунала. А на самом деле, у вас тех, кто убивал и насиловал, тоже расстреливали. И делали героями. Тоже расстреливали. Тоже расстреливали. Тоже расстреливали. Насильников и убийц. Роман, у вас дедушка есть? Ваших анкологических. Есть дедушка, а он на чьей стороне воевал? Я буду каждому из вас задавать это. Я понимаю, что вы хотите в личной истории. На чьей стороне воевал дедушка? У меня дедушка немножко моложе, он в категории дети войны. А, хорошо. Прадедушка с прабабушкой. Да, безусловно. Если вы хотите обратиться к моей личной истории, то, безусловно, наши дедушки и бабушки являлись героями. Но это не означает то, что мы... Герои на чьей стороне воевали. Я уточняю, потому что имею дело с представителем украинского государства. Здесь у вас черт ногу сломает. Смотрите, на стороне борьбы против фашизма. И, кстати, хочу заметить, чтобы термин фашизм, который означает тоталитарную власть, не применялся к украинской власти, которая, по сути, является демократичной и которая ни в коем, даже по своей сути, не может быть фашистской. У нас более 230 политических сил. У нас есть плюрализм мнения, у нас есть честные выборы. Это вы серьезно сейчас? Вы мне про Украину рассказываете? У вас такой плюрализм мнения, что вы убили тысячи людей, проживающих на юго-востоке вашей собственной страны. Почему вы это сделали? Потому что эти люди... Российской техникой? Не захотели... Какой российской техникой? Которая там присутствует. Нет, техникой, которую господин Турчинов отправил на юго-восток, подписав приказ о начале АТО. Вы помните это? Начало АТО, это начало, собственно, процесса защиты украинских границ, которая, кстати, Россия тоже должна гарантировать. С Россией так... Подождите, секунду, секунду, секунду. Сергей, сейчас, секунду. С Россией отлично. Но тогда объявите войну Российской Федерации. Если у вас есть четкие доказательства, объявите войну России. Поддержки сепаратистов в Донецкой и Луганской области. Вопрос. Вопрос. Я задаю вам вопрос по-другому. С другой стороны захожу. А что это, гуманитарная поддержка? Это теперь преступление? Поддержка военной техникой, это безусловно. Нет, военная техника не представляла. Вы сказали, гуманитарная поддержка. Вот я хотел спросить, теперь что, гуманитарная поддержка является преступлением? Гуманитарная поддержка сепаратистов, я не говорю сейчас о людях. Какая разница, гуманитарная поддержка людей является преступлением или нет? Гуманитарная поддержка жителей Украины, жители Украины в Донецкой и Луганской области получают пенсию от Украины, получают энергоресурсы от Украины. Какие образы? Если говорить... Подождите. На самом деле мы видим обыкновенный пример затуманивания мазок молодого поколения. Вы не пережилие, да. Можно? Перебил, к сожалению, да. Все, разрешите, дайте, мы слушали. Одну секундочку. Вот, во-первых, Екатерина говорила обо всем и ни о чем. То есть даже вот ее ответ по поводу девушки, дедушки, напомнил мне старый анекдот, когда поймали старого бандеровца и показали фотографию. Ты приветствуешь с скидыванием руки. Он говорил, я увидел эсэс, сказал минуточку. Это вот примерно такая же история. Значит, что касается памятника в Учетичи, которого, в принципе, согласно этого закону, он подходит под этот закон. И его, наверное, надо, как происходит по всей Украине, разрушить. Потому что в левой руке держит щит, на котором изображен герб Советского Союза. А герб Советского Союза, по вашему закону, подходит, как и серп и молот, подходит в запрещенную свадь. Это не является пропагандой. Совершенно. Я вот вам говорю прямо здесь. Запомните сегодняшний день и посмотрите, в котором часу я вам это сказал. Вы снесете этот памятник. Продолжая, продолжая. Вот эта эмблема называется ВАФ-НСС. Вот эта эмблема Азова. Ничем она не отличается. Ничем, да. Поэтому существует, здесь нельзя говорить, здесь чисто карательные операции, которые происходят в Азову. Нацизм уже запретили. Это эмблема подразделения ДАСС-СРАЙ, немецкого подразделения. Это первое. Второе. Один в один. Почему не отопляют этот закон? Второе. Значит, принятие Верховной Рады вот этих законов показывает, что фашизм и нацизм утверждаются на территории еще пока Украины. Не запрещается нацизм в том числе в этом законе. Потому что первое, что делали нацисты и фашисты в Германии 1933 года, расправлялись с коммунистами. Потом они посадили профсоюзных лидеров. Потом они посадили социалистов. Развязали войну. Вот вы сами ответили. Вы сами ответили, что для нас это факт из прошлого. Вы сами только что ответили. Вы повторяете все это дело уверенно, достойно. Я вам напомню высказывание одного из руководителей Третьего Рейха, который сказал, что... А зачем его напоминать, что мы запретили нацизм? Он сказал, что позиция лимитрофных государств будет определяться исключительно военными целями Германии. Сегодня вы прекрасно показываете, что позиции ваших государств, как и Эстонии, находятся в интересах Соединенных Штатов, именно в военном интересе Соединенных Штатов. Это доказывает то, что идет переброска техники американской через Эстонию, в том числе в Европу. Это показывает... И через вас пойдут то же самое. Поэтому... Да, Сергей, пожалуйста. Я просто не расслышал, Алисин вопрос. Какую функцию перехватила на себя Россия? Ну, вы в эфире... Про Германию говорили. Германию, да. Какую функцию? Перехватила на Россию. Алисия, конкретно, пожалуйста. Империалистично. Какую? Формирование однобокого влияния. И, по сути, абсолютно же очевидно, что в России каждый гражданин ассоциирует себя с государством. То есть, ну, плюрализм о мнении, да, и об этом говорит единая поддержка все-таки одной политической силы. Говорит о том, что... Посмотрите, вот есть у вас либерально-демократическая партия. Вот хороший пример. Либерально-демократическая партия, да? Ну, как бы, что такое идеология либеральной демократии? Это идеология свободы. Это, по сути, идеология, которая работает, ну, в неком таком достаточно чистом виде в Америке. В то же время, ваша либерально-демократическая партия, ну, по сути, борется за абсолютно противоположные ценностям этой политической силы вещи и, по сути, сотрудничает вместе с властью. Я по этому поводу политологическому хочу сказать, что, например, консерваторы в Америке, консерваторы в Европе, это совершенно разные партии по своей природе. В этом смысле важно не то, условно говоря, что считают политологи, а любой политической силе важно, что считают избиратели о ней. Если есть поддержка у партии, то, собственно говоря, она действует. Но в этом, в этом, я хочу сказать, что это попытка у вас уйти от ответа, потому что вы... Не считайте избирателей о том, показывая ему логотипы организаций. Это же ваши организации. Они их деятельности. Это ваша же организация. Это логотип. Мы очень переживали. Ваша организация. Это батальон, добровольческие батальонные операции на территории Донбасса. Нет, подождите, добровольческие батальоны, которые сейчас... Что это такое? Объясните мне. Сейчас, кстати, уже добровольческие батальоны нет. Да, 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 они теперь стали подразделениями вооруженных сил Украины. Украина опять показывает, какие они самые умные. Там, по Минским соглашениям, незаконные формирования подлежат разоружению. Они как раз быстренько... А вы считаете, что народная милиция в ЛНР, ДНР? Это нормально, да? Да, я все равно. Абсолютно. Это ваша страна. Разбирайтесь со своими проблемами сами. Хочу задать вам вопрос. Скажите мне, пожалуйста. Секунду, секунду, Альса. Хочу задать вам вопрос тоже для понимания абсолютного, да? Вы приветствуете, когда вашу ровесницу в Луганске убивают вместе с ребенком? Это неправильно заданный вопрос. Почему? Прямой вопрос, абсолютно прямой. Посмотрите, с чего начался так называемый сепаратизм по вашему? Я не хочу. С формированием партии регионов. С полярного восприятия реальности. Екатерин, вот партия регионов, это опять ваша головная боль. Разбирайтесь со своей партией регионов и со своим бывшим президентом, и с нынешним, и со всеми. Я задаю вам вопрос просто как человек, который наблюдает за всей этой историей со стороны, да? Я вам могу ответить, как я вот воспринимаю все это. Мне не нравится, когда убивают эту девушку с ребенком. Вам нравится это? Любая смерть человека – это трагедия. Я хочу понять позицию. Когда чужое государство распаливает межнациональную, ворожную, да, вот в Украине. Да, о чем вы говорите? У меня какая фамилия? Подождите, Катя, у меня какая фамилия? Она декларировала интеграцию и сотрудничество с Российской Федерацией. Точно так же, как ситуация в Триднестре. Я вам по секрету скажу, вот то, что Украина вообще в принципе так неплохо себя чувствует, и то, что вот вы все так вот тоже хорошо себя чувствуют, это благодаря тому, что на протяжении 23 лет, 23 лет, вы вот так вот были тесно вовлечены в кооперацию с Российской Федерацией. Но о благодарности речи нет. Это, видимо, не украинская история на сегодняшний день. Сергей, пожалуйста. Все-таки короткий ответ. Дело в том, что у Ромы фамилия Бабаян, у меня фамилия Железняк, у моих коллег разные фамилии, и Ющенко, и Лебедев, и так далее. Мы все вместе многонациональный народ России. Поэтому, когда вы говорите о том, что Россия развязывает какие-то межнациональные трения, вы просто бредите. Потому что в России больше 260 народов и народностей. Ну о чем вы говорите? Дело в том, что для нас многонациональность, это как раз основа нашей государственности. Поэтому никакой национальной розы, мы не можем по определению. Сергей просто мне задавал вопрос, на самом деле, вот вы тут так дискутируете относительно Украины, вот нацисты, вот коммунисты, а вы посмотрите, кто вам приедет на 70-летие Победы. Когда я имела в виду, что вы перенимаете функцию или роль у Германии, так я хотела сказать, что вы сами добровольно... Какую из функций Германии, Олесь, назовите, какую функцию Германии Россия принимает? А теперь добровольно от статуса страны победителя во Второй мировой войне, вы добровольно от этого статуса отказа. Да ладно, у нас будет великолепный парад, Олесь, ну как такое может быть, Олесь, дорогая вы моя? Вот я вам честно скажу, вот я вам скажу честно... У нас уже будет африканизация Победы. Вот я вам честно скажу, вот моя позиция, вот честно. Победу без оскорблений, ладно? Да, хорошо, согласен, да. Я вам отвечу, да, вот как гражданин России, а мне наплевать. Вот знаете почему? Потому что, Олесь, да пускай кто хочет к нам приезжать. Я вообще, если честно, не понимаю, почему мы так часто говорим о том, что там к нам кто-то приезжает, кто-то не приезжает. Да на здоровье, до свидания, не хотите к нам приезжать, не хотите быть сопричастными к этому великому событию, не надо. Это мы победили, мы победили, мы это сделали, а что к нам кто-то не приезжает, теперь что касается ребят, которые не приезжают. Знаете, кто к нам не приезжает? Как раз те, против которых мы и воевали, мы против них и воевали. Они проиграли, поэтому они, естественно, не приезжали. Одну фразу, я вам скажу, кто будет присутствовать на Параде Победы и 9 мая на территории России? Сотни тысяч граждан Украины, которые сегодня, благодаря перевороту государственного, находятся здесь. Граждане Украины, сотни тысяч будут вместе с нами в едином порыве, как раньше говорили, праздновать День Победы. Мы сейчас прервемся, вернемся в эту студию через несколько минут и продолжим разговор с нашими гостями. Это программа «Право голоса». Я и ведущий Роман Бабаян. Продолжаем говорить с нашими гостями о ситуации на Украине. У меня вот такой вопрос. Смотрите, есть еще очень интересный закон, который ваши доблестные депутаты приняли. Значит, смотрите, он называется «Правовой режим военного положения». И предусматривает, что все, кто не в армии и трудоспособен, то есть, вот, например, вы, вы вполне трудоспособны, вас можно отправить, значит, копать окопы, заниматься там сооружением фортификационных сооружений. Плюс у вас можно отнять там любую собственность, там машину и так далее, и так далее, если это нужно армии. Готовы? Ну, конечно. Окопы копать готовы? Конечно. А что ж вы не копаете эти окопы? Объясните, в армии почему не служат? Да, отвечайте. Почему я за... Сейчас мобилизацию у вас там идет, да. Но сейчас меня не призвали. Пока, да? Пока. Призовут, пойдете? Конечно. В кого будете стрелять? Сушьте внимательно. Я буду стрелять в тех, кто будет моим врагом. Я буду стрелять в тех, кто оккупирует нашу территорию. Я буду стрелять в тех, кто нарушает наши границы. Да. А вот в красивых девушек, бабушек... Жители Таниска, вы в Луганске будете стрелять? Ваши границы, вы считаете? Вы в них стреляете мирные жители, которые расстрелян был район в Донецке. Они нарушают ваши границы. Такие же, как вы стреляют, в которых призвали. Такие же, как я. Такие же, как вы. Такие же, как я стреляют в таких террористов, которые убивают наших мирных жителей, наших военных. Еще раз говорю, вы будете стрелять в своих военных, в наших мирных городах, а в наших границах, которые организовывают взрывы, которые теракты организовывают. Я сейчас еще раз говорю, обстрелян Донецкий район. Погибло несколько человек. Кто стрелял? Вашими ДНРовцами обстрелян Донецкий район. Они сами себя обстреливают. Конечно. Это легенда. У меня нет слов. Понимаете, я когда вот это все слышу, мне просто не очень здорово. Начинаю себя чувствовать, потому что еле сдерживаюсь, если честно. Ну как они могут стрелять по самим, по своим же людям? Потому что это не люди, потому что они оккупанты. Поэтому мирное население вас просто ненавидит, понимаете? Мирное население нас ненавидит, потому что ваша пропаганда говорит о правде. Да при чем здесь пропаганда? Они там живут, они там живут, и они видят, что происходит, и вас просто ненавидят. Они видят только вашу пропаганду. Даже та самая Одесса, Одесса несчастная, которую вы уже там запугали так, что там дышать боятся люди. И то набрались храбрости люди встретить вашего президента. Знаете, как они их встречали, да? Хорошо встречались. Видимо, у нас одно информационное пространство и один видеоряд, у него другой. Роман, дело в том, что для Дмитрия и закон Ньютона это тоже российская пропаганда. Ну, наверное, наверное. Да, Вадим. Пожалуйста. Первое. Если говорить о жителях Донецка и Луганска, они ненавидят всех. Но это неправда просто. Правда. Правда, потому что забрали мирную жизнь. Сволочи. И там и там есть сволочи. К сожалению. К сожалению. Первое. Теперь второе. У нас что здесь? Базар? Таксистские анализы или что? Там случай был. Есть миссия ОБСЕ. По каждому поводу, по каждому эпизоду она должна дать свое заключение. И тогда мы будем спорить, что правда виноват. Я тоже могу сейчас ответить. Вы виноваты. Вы виноваты. И по применению кассетных постанов. Вы что? Я еще раз говорю. И по применению разрешенных минами лодок протоколинных. Научитесь мыслить. Есть индивидуальный уровень анализа обывателя. А есть политический процесс. Есть военный процесс. Надо мыслить. Подняться на уровень. Давайте поднимаемся на уровень. Господин Турчинов, я на уровень поднялся быстренько. Пока я на этом уровне, я быстро скажу. Господин Турчинов сказал, что Украина хочет создать грязную бомбу. Знаете, да? С радиоактивной начинкой. Это не я сказал. Это я на этом уровне просто цитирую Турчинова. А я вам тоже скажу. Давайте. Господин Ходоковский, секретарь РНБО, так называемый ДНР, сказал, нам нужна вся Украина. Мы пойдем на всю Украину. А Захарченко сказал, мы пойдем на Мариуполь. Ну давайте, давайте. Кто что сказал? Мы где находимся? Давайте спокойно. Погодите, вы признали? Еще раз. Обсуждать эти проблемы. Так вы их признали, если вы сравниваете Захарченко с Турчиновым. Мы их признали террористами. Террористами их признали. Террористами их никто не признали. Понимаете, тут начинают мне про коммунистов говорить. А Тельман где сидел? Как можно сранивать? Тельман сидел в концлагере. Сталин его сдал. Сталин же сдал его и не хотел его вызволять оттуда. А говорили, просили его. Жена просила. Вы что не считаете? Второе. Понимаете, это надо... Понимаете, это все слава богу. Вы попутали, где сидел Дерман? Приходите. Вы попутали, но Беспьер тоже казнил абсолютно всех соратников, но его потом тоже гиллитернировали. А вот послушайте. Послушайте, ну вы же МГУ закончили. Правда, вас лапшу вешать, там, наверное, учили, как говорить это выражение. В МГУ. Не позорьте МГУ. Так вот, что касается Симоненко. Говорили, да, были радикальные вещи, надо понимать. Запретить Компартию, не запрещаете ее. И избиратель запретит ее. И запретил избиратель эту партию. Она не попала в Верховную Раду Украины. Люди из Москвы звонят мне, вот, и тоже уже уровень журналистов. И говорят, а как же коммунисты теперь в парламенте? Да их нет уже, там, эти коммунисты в парламенте. И скажите мне, где еще можно так, когда коммунисты, лидеры Компартии, за очень неоднозначные высказывания, за очень неоднозначные высказывания. Сжигают его дом. Начните с этого, что дом у него сжигали. Сначала с того, что дом сожгли. Да, 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 сожгли. Виллу. Виллу, а не дом. Какая разница? Нет, подождите, вилла. Знаете, что такое виллы? Хорошо, что не на виллы поставили, а виллу сожгли. И не сожгли, а не виллы. То есть, вы все правильно сделали? Слушайте, надо быть точными, вилла, а не дом. Вилла, а не дом. Нет, вы не понимаете, виллу сжигать можно, вы поняли? Дом нельзя, все, идем дальше. Нет, потому что ты коммунист, коммунист, будь скромным, если ты коммунист и хочешь защищать людей, интересы людей, бабушек, дедушек и так далее. Поэтому надо сжечь его виллу. Коммунисты, да, его допрашивали. Да, мне тоже не все нравится, но допрашивали. Он с адвокатом был, он вышел с адвокатом. Его на выходе из СБУ встречали журналисты. Он сел, дал интервью, дал герой. Что еще вам нужно? Вы только хотите очернять Украину. Очерняйте, очерняйте, вот бросайте этот грязь, грязь. У нас вечер Карасева сегодня, я не могу понять. Учитесь, учитесь видеть хорошее. Мы будем учиться, Дмитрий Сушабаров. Просто, во-первых, самого простого, поскольку оба мои деда родились на Украине, один Дмитренко, другой Куликов, но родились... Вы Украине, Андрей. На Украине по правилам русского языка, Карасев, запомните. По вас, украиня. Да что же такие злые? Они даже собственные правила не знают. Это не наши правила, уважаемый Дмитрий. У вас во Львове книги выпускали. И было написано на Украине. Вы просто не в курсе. Я вам покажу. Я покажу эту обложку этой книги. Во Львове, в 19 веке. Вы не в курсе. А по-польски тоже, между прочим, на Украине. Поэтому, если вам нравится, не по какому языку говорить, говорите. Есть край Украины. Это не моя проблема. Все это не обсуждаем. Идем дальше. Поэтому, так сказать, и оба мои деда закончили войну. Один в Будапеште, другой в Берлине. Мы о личных историях или об истории? Поэтому для меня... Мы о личных историях или об истории? Да не галдите вы их! Что надеешься? Не галдите! Продолжайте, Дмитрий, продолжайте. Не галдите. Поэтому для меня вопрос, на какой стороне истории находиться, совершенно однозначный. Как и для большинства. Для большинства. Не только россиян, но и большинства украинцев. Теперь, почему все вот это происходит? Давайте поговорим об этом немножко серьезно. Немножко серьезно и внимательно. Здесь господин Карасев сказал очень важную и честную вещь, на самом деле. Про то, что новое украинское государство не может обходиться без соответствующей идеологии, соответствующих символов и соответствующей, так сказать, семиотической нагрузки под это. Семантической. Извините. Мы можем поспорить о значении слов. Семиотика и семантика. И прагматику добавить. Все, друзья, да. Поэтому, конечно же, они эту задачу решают. Решают очень своеобразным образом. Новое украинское государство всю семиотику, семантику и идеологию бандеровской фашистской организации ОУНУПА принимает на себя. И таким образом замещает пустое место и выдавливает, как они считают, советскую... Есть бандеровская, есть фашистская. Да не галдите вы! Не надо врать. И выдавливает, как они считают, советскую идеологию. А где это видно, в чем это проявляется? В запрете нацизма в законе? Нет, это... И не могут... Так вы нацизм тоже не запрещаете. Вы не запрещаете вы нацизм. Вы просто декларируете запрет. Но при этом... Что-то не запрещено было. При этом ветеранов СС вы делаете национальными героями. А на бумаге запрет. Позвольте я закончу. Да такие ветераны СС. И не могут они, Роман, поступить по-другому. Потому что когда они... Они ведь как вот сейчас обсуждают? Еще закон не до конца, его потом поправят. Да охота вам обращать внимание на эти слова. Это все несерьезно. Хочу вам напомнить. Это все серьезно. Когда эти толпы безумных скакали на Майдане с криком «Кто не скачет, то и москаль», это тоже было ха-ха и смешно. Когда толпы новоявленных бандеровцев ходили по Одессе, по Киеву с песнями «Москаляку на гляку», «Москалив на ноззи», это тоже было в шутку, и воспринимать это не нужно. Вот эти законы – это следствие того, что те ходили, и те, кто ходил, привели к этих власти. Они не могут ничего предложить другого, потому что им нужно управлять этими бандами. Им надо показать, что они не зря кричали «Москалив на ноззи». Эти законы, которые приняты, ровно отображают лозунг «Москалив на ноззи», как главный бандеровский лозунг. И последнее про эти законы, что тоже очень важно, который якобы пока не подписан, про военное положение. Современная Украина может избежать распада только в одном сценарии – в сценарии националистической, этнократической диктатуры. И вот закон о военном положении, о чрезвычайных правах президента – это форма и сценарий введения такой диктатуры. И пройдет не так много времени, может быть месяц, может быть два, и этот сценарий будет реализован. Либо Украина развалится. Вот и вся альтернатива. Мы помним, как начинался Майдан, и когда вот часть из этих же, собственно говоря, экспертов с Украины говорили, «Да ну слушайте, ну какой национализм на Украине? Ну о чем вы говорите? Ну это вы придумали. Нет никакого национализма на Украине, это вы все придумали. У нас демократический Майдан». К чему привел демократический Майдан, мы видим. Он привел к огромному количеству жертв, к полному разрушению инфраструктуры целых регионов, к миллионам уже на сегодня беженцев. И это, к сожалению, только начало конца украинской государственности, если украинские власти не услышат собственный народ. А 78% украинцев уже сказали, что они будут отмечать День Победы в Великой Отечественной войне. Это говорит еще и о том, что та власть, которая на сегодня есть на Украине, действует в интересах кого угодно, но только не граждан Украины. Именно поэтому многие из них гибнут, страдают и остаются без работы и без денег. Вот такая вот эффективная власть. Ничего кроме национализма и нацизма. Предложите не имеющие невозможности, ни стороне, ни способности. Все, спасибо, друзья. Мы вернемся к разговору о ситуации на Украине с нашими гостями завтра в этой же студии.